Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится с рабочим визитом в Москве. Сегодня он провел встречу с руководителями исполкома Федерации спортивной борьбы России. На заседании обсудили ход подготовки к Кубку мира и открытому Кубку России по вольной борьбе среди женщин. Напомним, главный старт года состоится 1 и 2 декабря в Ледовом дворце Чебоксары-Арена. В последующие два дня розыгрыш Кубка России. Руководители исполкома отметили высокий уровень организации и проведения соревнований в республике. Чувашия рассматривается как один из 10 регионов, в котором планируют создать федеральный центр развития женской борьбы. Госдума приняла постановление по итогам правительственного часа министра образования и науки Российской Федерации Ольги Васильевой. Речь шла в первую очередь о программе развития образования до 2020 года. По мнению парламентария, в документе не прослеживается стратегия развития системы образования и отдельных ее уровней в средней и долгосрочных перспективах. Не нашли отражения вопроса медика, психолога, педагогического сопровождения образовательного процесса. Ищу ряд тем, которые необходимо предусмотреть. Поэтому, когда мы рассматривали в комитете проект бюджета, мы подчеркнули, что необходимо все же увеличить кратно ряд статей, в том числе на строительство школ. Ну, конечно, мы считаем, что необходимо было бы комитету по культуре рассмотреть вопрос о возможности получения нашими гражданами второго высшего образования по отдельным специальностям за счет средств бюджета по различных уровням. Ну, может быть, даже не в столь узком. Мы сейчас в комитете по бюджету, в комитете по образованию обсуждаем такую же возможность для всех обучающихся. Поэтому мы считаем, что в ближайшее время, надеемся, что правительство нас проинформирует о реализации всех наших предложений. И максимум это должно случиться, наверное, в период весенней сессии.